Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Я только что проснулся, именно поэтому у меня такой звонкий голос. Но я не мог не выпустить это незапланированное видео, ведь на рынке происходит очень важное событие, о котором ты должен знать. Это быстрое обновление для всех, кто держит Paxos, Binance Coin, Binance USD и USDP. Начнем с того, что Гэри Гэнслер и комиссия по ценным бумагам и биржам США стремится защитить инвесторов в США от рисков, связанных с криптовалютами и инвестициями в криптовалюты. По крайней мере, они так говорят. Например, они уже защитили инвесторов от коллапсов и банкротств Terra Luna, FTX, BlockFi, Voyager, Genesis, Celsius и так дальше. Ну как защитили, сам понимаешь. Теперь они стремятся защитить розничных инвесторов от стейкинга криптовалют, от криптовалютных бирж и даже стейблкоинов. Это я к тому, что на самом деле речь идет совсем не о защите розничного инвестора. Речь идет о преследовании собственных интересов американского правительства. По словам Гэри Гэнслера, большинство существующих криптовалют это ценные бумаги, а большинство криптовалютных бирж нарушает правила SEC. Такой вот анонс будущих проблем. И проблемы уже пришли. Американские власти в Нью-Йорке начали расследование эмитента стейблкоина Binance USD, Paxos. Речь идет об этой компании, которая чеканит новые стейблкоины Binance и USDP. В принципе, мы это и так уже знали, но сегодня ночью, пока все спали, история получила весьма тревожное продолжение. В недавнем видео я говорил тебе о том, что некий источник дал инсайт, что криптобиржи и эмитенты стейблкоинов попадут под удар SEC в ближайшие дни или недели после Кракена. Что ж, это случилось сегодня ночью. Сегодня ночью комиссия по ценным бумагам и биржам США отправила уведомительное письмо компании Paxos Global в связи с выпуском этой компании стейблкоина Binance USD. Но самое интересное, что их мотивацией было даже не это, а только лишь то, что эта компания связана с Binance USD. Как мы видим, сначала они возьмутся за стейблкоины, а затем за криптобиржи. Мы знаем, что между уведомительным письмом SEC о нарушении правил комиссии и принудительными мерами должно пройти некоторое время, которое компания может использовать, чтобы попробовать договориться с SEC, как называется по-хорошему. Однако комиссия практически сразу же подает в суд на Paxos за выпуск стейблкоинов Binance USD. Кроме этого, Paxos Global якобы нарушает законы защиты инвесторов. И вдогонку еще одна бомба от комиссии по ценным бумагам и биржам США. В судебном иске они утверждают, что Binance USD является незарегистрированной ценной бумагой. Именно так в свое время они назвали Ripple XRP, с которым судятся уже больше двух или трех лет. SEC накаляет ситуацию и резко повышает напряженность на крипторынке. Охота за стейблкоинами и криптобиржами началась сегодня ночью. Из открытого письма комиссии по ценным бумагам и биржам США. Это уведомительное письмо утверждает, что стейблкоин Binance USD, цифровой актив, который выпускает Paxos, является незарегистрированной ценной бумагой. Но есть еще одна очень интересная формулировка, ребята. Вот она здесь прячется. SEC подает в суд на Paxos не только за то, что он является эмитентом Binance USD, но и за то, что он залистил Binance USD на свою биржу ItBeat. Да, наверняка ты не слышал об этой бирже, но это не важно. Важно вот что, еще раз. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подает в суд на биржу за то, что она залистила Binance USD. То есть добавила этот стейблкоин для торгов на своей площадке. Это очень опасный прецедент для Binance USD. В свое время Ripple XRP из-за этого убирали с торгов большие криптобиржи, такие как Coinbase, например. Лично мне кажется, что после таких новостей, смотря как будет развиваться ситуация, мы можем увидеть, что пользователи будут переходить из Binance USD в Bitcoin, например. Да, они будут обменивать свой стейблкоин на Bitcoin. Но это опять же только лишь мое предположение. Посмотрим, как оно будет, ну а мы увидимся совсем скоро в новых видео. Предупрежден, значит вооружен. А я буду внимательно следить за развитием ситуации, обязательно буду делиться с тобой обновлениями. Поэтому не забудь подписаться и поставить лайк, чтобы их не пропускать. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok